Итак, про минуса и нюансы R9M дизеля. Следует сказать, что у дизелей для легковых и коммерческих машин проблемы отличаются. У каждой версии мотора свои моменты. Уточним сразу. Больше всего негатива собирают именно битурбовые версии мотора для коммерческого транспорта. Итак, минус номер один – однорядная цепь привода газораспределительного механизма, которая растягивается к 150-250 тысячам пробега. У кого-то раньше, у кого-то позже. Все зависит от эксплуатации. В той же Европе при их автобанах, хороших развязках, поворотах с круговым движением цене скорость авто выше. Поэтому и цепь там может отходить все 300 тысяч километров и выше. Все дело в моточасах. Мы уже рассказывали про это на примере интервала замены ремня ГРМ на К9К дизели. И не только ремень. Моторное масло тоже. Напомню, в Европе меняют ремень раз в 150-160 тысяч километров. В Украине же раз в 60-80 тысяч километров. Аналогичная ситуация и с цепочкой для R9М мотора. Только цепочка ходит куда больше. Да, цепь к 150-250 тысячам может растянуться. Все. 100% цепочка. Что тут сказать? Это даже не минус, а особенность мотора. И вот почему. Замена цепи на R9М дизели многим не нравится из-за ее сложности и большей стоимости. Для замены цепи ГРМ, звездочек, успокоителей и гидронатяжителя сам мотор надо снимать сепор, предварительно демонтируя некоторые элементы или подкапотного пространства, или передней подвески. И еще. Переднюю часть авто зачастую тоже надо будет разбирать. Надо будет снять бампер, разобрать телевизор, снять радиатор. На некоторых машинах типа Рено Трафик, СПС или Сцениках мотор лучше и вовсе вынимать. Сами работы могут стоить не меньше 300 долларов. Плюс материалы. Набор звездочек, цепь, ее успокоитель и так далее. Это были плохие новости. А теперь про хорошее. Все это надо делать лишь раз в 150-250 тысяч километров. Что очень нечасто. И еще. Обратите внимание. Все современные дизеля Рено, кроме К9К, на приводе ГРМ имеют цепочку, а не ремень. Что по ценам? Весь комплект по ГРМ, цепь, две звездочки, успокоители цепи, гидронатяжитель. Все это стоит около 175-180 долларов. Это оригинал. Качественный неоригинал типа Бельштайн или Свах будет стоить в районе 150 долларов. При замене цепи ГРМ со всем гамбузом, заодно надо поменять цепь привода маслонасоса. Оригинал стоит около 40 долларов. Состояние самого маслонасоса тоже лучше проверить. Скорее всего, его тоже надо будет сменить. Оригинал стоит около 140 долларов. И еще. При замене комплекта привода ГРМ, также обращайте внимание на звездочку, которая приводит в движение цепь привода маслонасоса. Ее тоже следует менять. Дорого все это или нет? 300 долларов за работу, плюс 180 долларов за ГРМ. Плюс 180 стоит маслонасос с цепочкой. Итого 660 долларов. Пусть округлим эту сумму вместе с маслом. Все 700 долларов. Немало, но в большой от того же К9К ремни натяжители фильтра масла это 300 долларов. И там ремень ГРМ в два раза меньше ходит. Поэтому по итогу сервис дизеля Р9М будет подороже. Но не намного. Минус номер два. Он же главный. Трещины в блоке цилиндров. В том числе на постели коленвала в районе второй коренной шейки. Проще говоря, блок цилиндров дизеля Р9М в силу своей компактности и относительно тонких стенок при стечении некоторых обстоятельств может дать трещину. Как так получилось? Конструкторы в угоду лучшей термодинамики спроектировали стенки блоком мотора несколько тонковатыми. Помните, мы сравнивали блок Р9М со швейцарским сыром? На легковых автомобилях такая конструкция крайне редко дает о себе знать. Такое может произойти в случае перегрева мотора. На коммерческой же технике, а конкретно в битурбированном исполнении, это дает про себя знать часто. Причина тут? Явно не перегрев мотора в результате утечки антифриза. Причина в конструктивном просчете инженера в части допуска к эксплуатации такого небольшого мотора именно на тяжелой коммерческой технике, особенно в форсированном варианте на двух турбинах. Также есть подозрения в производственном браке во время отливки чугунных блоков дизеля. Знакомые мотористы, личный опыт, а также личная статистика рекомендуют воздержаться конкретно от битурбовых версий, больно склонны к поломкам из-за запредельных нагрузок. Через трещины в блоке антифриз попадает или в картер мотора, или в масляной канал, а далее или через вентиляцию картерных газов попадает обратно в выпуск мотора, или будет масляная эмульсия на масляном щупе. Трещина в блоке цилиндров прежде всего сразу даст о себе знать за предельным расходом антифриза. Каждая тысяча километров будет требовать до двух дополнительных литров антифриза. Если антифриз уходит понемногу, литр на несколько тысяч километров, не торопитесь бить тревогу, а скорее всего дело может быть в теплообменнике клапана EGR. Повторимся, трещина в блоке преимущественно хроническая болячка всех R9M коммерческого назначения с двумя турбинами. И не забудем, трещина появляется в районе первого и второго цилиндра, кроме нее треснуть также может постель коленвалом в районе второй коренной шейки. Если мотор лег, то дальше подтверждение трещины в блоке путем его опрессовки и дорогой ремонт в районе 1500-2000UE. В данном случае для ремонта лучше покупать блок именно с однотурбового мотора, такие куда целее. Если что, такой блок можно переделать по две турбины путем сверления дополнительных отверстий. Известно, что на легковых авто в версии Твин Турбо трещина могла наблюдаться в случае нагрева блока мотора из-за утечки антифриза через теплообменник EGR. Ввиду последнего, в 2015-2017 годах в Рено была целая отзывная кампания, блоки моторов менялись отчасто, как и теплообменники EGR. Кроме того, Твин Турбо моторы до 2017 года очень часто приказывали долго жить именно на эспейсах. Обратите внимание, эспейс, как и трафик, тоже не маленькое авто. Если что, эспейс в среднем имеет вес около 1700 кг, а трафик в короткой базе от 1800 кг. Что интересно, с 2017 года, согласно данных базы Рено по эспейсах, в случае замены блоков на моторах мы уже не встречали. Подытожим по трещинам. Начнем с легковиков. Моторы на легковиках на 130 лошадей ничем не примечательны, лишь отличная динамика и тяга. Умеренный расход топлива. При благоприятном стечении факторов в виде вменяемого своевременного сервиса, своевременной замены фильтров и масла, согласно допуска, такие моторы сюрпризов не приносят. Моторы Твин Турбо на 160 и 165 лошадей требуют к себе повышенного внимания в части теплообменника EGR. При покупке авто этот узел надо точно проверить, как и всю сервисную историю авто. Возможно, блок мотора там уже меняли. В целом, Твин Турбо мотор с 2017 года, которые уже не подпадали под отзывную кампанию по теплообменниках EGR, проблем не преподносят. Ихняя дальнейшая судьба зависит от характера эксплуатации и сервиса. А теперь промежуточные итоги по коммерческому транспорту. При покупке трафика ему подобных лучше воздержаться от версий Битурбо, потому что быстро умирает. Только однотурбовый вариант. Обратите внимание, на Мерседесах Вито как раз стоят лишь однотурбовые моторы. Также мы не рекомендуем данное авто перегружать или жестко давить на газ. Вариант 90-95 лошадей, наверное, самый идеальный. С таким мотором трафик сильно рвать на дороге не получится, а стало быть, долго отслужит. А какое авто посоветуете выбрать для тяжелой работы? Так, чтобы с перегрузами, с прицепом? Эти вопросы уже нам часто задавались, ведь трафик зачастую это рабочая лошадка. Тут выбор очевиден. Этот трафик, ну на двухлитровом дизеле М9Р. И тут есть два варианта. Первый вариант тот, что подешевле. Это трафики с дизелем М9Р первого поколения, что выпускались до 2014 года. У этого трафика есть близнецы в лице Opel Vivaro и Nissan Primastar. Данная техника всем знакома, недорога в эксплуатации. И таких машин в парках юридических лиц в Европе, особенно в Голландии и Германии, с подтвержденной сервисной историей и пробегом еще хватает. Пусть пробеги в 250-400 тысяч километров вас не смущают. Сам мотор может набегать легко и миллион. Тут главное другое. Если авто имело регулярный сервис, то 400 тысяч это ни о чем, как бы это непривычно не звучало. Важно, чтобы была подтвержденная сервисная история, либо же чековая книжка, либо все вместе. Идем дальше. Вариант номер два. Тот, что подороже. Это трафики с дизелем М9Р второго поколения на 120, 145 и даже 170 лошадок. На таком моторе стоит топливная с давлением на 2500 бар, вместо прежних 1600 бар, как у первого поколения. Такие машины легко узнать по рестайлингу Морды, который был сделан в 2019 году. Как принято французам, в этом случае говорят про второе подпоколение трафика. Она же фаза 2. Что интересно, дизель 1.6 R9M на фазе 2 остался как раз в версии на 95 лошадей. Но и это еще не все. По состоянию на осень 2020 года Рено сделало еще один рестайлинг. Спустя год после первого. То есть речь идет уже о Рено Трафик 3 фаза 3. Автомобиль по виду стал брутальный и начал сильно смахивать на Volkswagen Transporter. Как по нам, смотрится очень красиво. Уже на этом автомобиле дизель R9M канул в лету. Только двухлитровый дизель М9R. Заполняя нишу исчезнущего 1.6 дизеля на 95 лошадей, линейку мощности для дизеля М9R слегка изменили. На третьей фазе Рено Трафика третьего поколения в Европе двухлитровые дизеля М9R нынче бывают на 110, 150 и 170 лошадей. По сути это один и тот же мотор. Разный только в прошивке мозгов. Важно, такие автомобили можно встретить лишь в Европе. В Украине же Трафики официально предлагают лишь с мотором 1.6. Поэтому свежие Трафики и его близнецы с двухлитровым дизелем М9R доступны лишь в результате пригона из Европы. Такой вот неожиданный поворот. Идем дальше. Минус номер три по дизелю R9M. Утечка выхлопных газов через теплообменник EGR, который по итогу попадает в салон автомобиля. Такое может случиться, когда шток привода заслонки теплообменника раздалбывает втулочное уплотнение в самом корпусе теплообменника. Тогда газы выхлопа начинают подтравливать наружу и дальше через воздухозаборник печки попадает в салон. Плюс часть внутреннего пространства под капотом начинает засоряться золой. Тут можно либо купить новый теплообменник в сборе на 200 долларов, либо ремонтировать. Поскольку уже научились ремонтировать это место путем вытачивания нового вала заслонки и установки нового втулочного уплотнителя. Для справки. Чтобы добраться до всего этого, к примеру на эспейсе, надо снимать подрамник, всю переднюю подвеску, в том числе правую полуось. Утечки масла через корпус масляного фильтра и крышку цепи ГРМ. Не часто, но и такое встречается. Чтобы добраться до маслофильтра, надо снимать компрессор кондиционера. Мелочь, а придется повозиться. Утечки же масла через крышку цепи ГРМ связаны с тем, что уплотнителем тут является герметик. В общем, когда будете делать большое ТО по мотору, самого герметика не жалейте. Да и сам герметик должен быть не ноунеймом. Иначе придется переделывать. А лишний раз лезть к Р9М мотору, то еще занятие. В общем, с трафиком и прочим коммерческим транспортом, для которых блок 1.6 Р9М дизеля оказался хрупковатым, все понятно. А что с легковыми авто и паркетниками? Весь опыт эксплуатации Р9М, начиная с 2011 года, не могли не взять во внимание. В 2018 году публике представили наследника в лице 1.7 литрового дизеля серии Р9М. Так поступили в силу того, что назрела необходимость, в стандартном моторе попроще и на одной турбине. Твинтурбо и битурбо это хорошо, но все же сложновато и дороговато. Не те уже нынче времена. Если мотор на одной турбине, но нужна мощность в районе 130 и 160 лошадей, то объем надо увеличивать, что и сделали. Диаметр цилиндров оставили тот же 80 мм, а вот ход поршня несколько удлинили с 79,5 до 87 мм. На сей раз мотор получил больший объем в 1749 кубиков в двух вариантах мощности. Тут новый Р9М по размерам больше похож на F9Q, а конструктивно это все тот же Р9М, но большего объема. Обе версии мотора абсолютно идентичны, разница тут лишь в прошивке блока мозгов. Мотор разрабатывали по действию стандарта Евро 6.2, поэтому мотор слегка дефорсирован до 120 и 150 лошадей. Первый вариант на 120 лошадей, с тягой на 300 номов, предназначен для авто попроще. Соответственно, вариант на 150 лошадей и 340 ньютон на метр тяги – это для авто подороже. К примеру, дизель Р9Н на 120 лошадей с конца 2018 года под капотом сцеников и грандсеников заменил собой всем знакомый и популярный 1,5-литровый 110-сильный К9К дизель. Так что возьмите это во внимание. Сценики с К9К дизелем на аукционах Европы скоро начнут исчезать. Если что, то поторопитесь. Сами же сценики и грандсценики 2019 года с дизелем Р9Н уже начали появляться на вторичке Украины. Пока что дороговато, но скоро цена таких авто с таким мотором станет куда более проходной. На Меганах 4 Р9Н дизели мы встречали только в версии на 150 лошадей. В диапазоне мощностей до 120 лошадей там царствует К9К дизель пятого поколения на 115 лошадей. Р9Н дизель также широко присутствует на Кашкаях, Икстрейлах, Каджарах, Талисманах и Клеусах. А вот на Эйспейсе, как и на Трафиках, с 2018 года уже ставят только 2-литровый дизель М9Р мощностью на 160 или 200 лошадей с обозначением Blue DCI. По проблемам мотора Р9Н особо много не расскажешь. Как и на Р9М дизели в районе 150-250 тысяч километров надо будет сделать большое ТО по замене цепи ГРМ и маслонасоса. Проверить сам маслонасос клапанный EGR. По мелочам. Может начать подтекать масло из-под крышки цепи ГРМ, корпуса масляного фильтра, либо же из-под клапана крышки. С нюансов. Горячий клапан EGR по мере засорения тоже надо иногда чистить. Топливные пьезофорсунки от Bosch при нормальном топливе ходят долго. Если в общем по Р9Н, это развитие идеи дизеля Р9М. Идея заключается в маленьком, но удаленьком моторе. Идея, как показывает история, в целом хороша, но для коммерческой техники мало применима. Для легковиков что Р9М мотор, что его наследник Р9Н очень хороши. Долголетие моторов зависят от качества их эксплуатации и обслуживания. Топлива, фильтра, масла. На последнем следует остановиться. Потому что вопросы все равно остаются. Если кратко, то как и в обзоре по К9К дизелю, на моторах Р9М и Р9Н тоже следует менять масло не раз в 10, 20, 30 тысяч километров, а согласно моточасов. Поскольку ресурс самого масла измеряется как раз в моточасах, а не пройденных километрах. Если что, обратите внимание на экскаваторы, бензогенераторы и сельхозтехнику. Там все в моточасах. Моточасы, одним словом. Так вот, у масла ресурс составляет в районе 350 моточасов. При нашем топливе мы рекомендуем ориентироваться на 300 моточасов. За эти 300 моточасов вы можете проехать лишь 5-7 тысяч километров в городском цикле, а можете проехать и 30 тысяч километров, как это часто делают в Европе. Все очень индивидуально, поэтому берем в расчет 300 моточасов, умножаем на вашу среднюю скорость и получаем интервал замены масла в километрах. Если на моторе присутствует сажевый фильтр, то лейте масло согласно заводского допуска Рено РН 0720, вязкостью масла 5В30. Если сажевик вырезали, можно лить любую синтетику вязкостью и минутку. В общем, такие вот дела. А на этом у нас все. Хороших вам поездок и до скорых встреч. Пока!